так в общем каталог итак это все предисловие почему как вы видите не будете если вы начитали смена слушались мудренных соседей вот это будет вот это все прочтете прощете или просто закажьте менять каталог он есть кстати на этом новым сайте и так твердая обложка 1300 рублей я не хозяин книги за 1300 не обижайтесь я автор вот но не хозяин а вот книга дешевая 600 рублей причем здесь два мировых открытий еще десяток ну тянут на государственную все вместе короче говоря все эти премии надо все собрать кучу и ко мне вот или меня вызвать для вручения ну как-то забывать все они в записках среди вас есть умнейшие люди я хочу чтобы происхождение жизни на земле знали хотя бы вы потому что уже кто-то детей научит уже пусть не мы не наше поколение но выйдут новые уже один шаг который добился успеха пусть даже чиновничестве будет даже сделают карьеру надо все это менять школа набиты дурью института университета академии набиты дурью они что не понимают это школах несколько тысяч названий не необъяснимых неизвестных непереводимых без о том чтобы научиться дерево посадить 50 рублей если 4 книги и того 200 100 рублей все то есть прошу лишь одна это дорого впереди новый год 20 брошюр выписали это сколько получается 20 брошюр по 50 рублей до 1000 рублей всего на эту тысячу рублей вы можете всех одарить друзья и соседей врагов новогодние подарки это лучше чем как я подтяжки что приносили мне дайте до галстуки ни разу жизни нет подтяжки не отделал галстука не одел я жили на я племей таким все висят а зачем дарили дошопе отсталки праздник дарит на как будто я не требовал работаешь на лента ну уж извините череки выписали куда вы денетесь можете это собой изолентой обматывать ну чуть хуже но пойдет или вот это господи которая использует сантехники сопли эти вот настоящий лент 500 рублей 100 штук разорительно 20 дисков еще одну на нобелевскую не тянет но на государство не тянет за опять за 4800 приобрести государственную премию здесь знаете почему ящик все это не поворовали так потому что сейчас там нет людей которые даже украсить просто не удачу красный мог косточки семена вот они русский патриарх закончится ну так сергей тоже надо подаделись жалвер милитополь во все-таки украина и зараза какой был не такой чтобы можно было то сразу и разошелся украина а это все сергей досталось а что тут еще и цену в этом году у ребята озверели птицы никогда такого не я всегда хвастался нижний ярус я собираю ну и сам нанимаю кого-то тут они собирают несколько ветер с крупными плодами вишни я их называю жуковская чуть мельче вишня с генами селящи в соседнем дерево еще мельче но все-таки нормальная вишня вишня сибирская штаба в этом году сожрали сладкую вишню это жуковскую сожрали вишню с генами черешни и большую часть и и когда такого не было бедно урожая самый кисловичный вишня сибирская штаба представляете вот так вот бодро у меня и не было птицы сожрали сразу до единого ни одной косточки я рванул я сейчас не дружу сыном все этого бодро самого гения я не дружу так получилось я написал письмо он не ответил чем не унижаться все а мне добят чтобы от бодро черенок бодро косточки сережки бодро я пишу связи нет ладно я рванул к этому к у которого роскошнейшая черешня а от этого от бодро пенисту приезжаю к нему нет я знаю когда вот говорю у меня этих ну пойдем может приезжать там очень ни одной черешинки в этот год птицы озверели и ждали невероятно морозной зимы или просто уже ясно было что такое был плохие урожай и груш было средненький урожай яблок не был предельно урожай слив венгерах было совсем мало и что получается никогда не было чтобы вишни нельзя не собрать ни жуковская нет и никогда такого него и тут я пишу бодро закончилась как закончить птички почти нету вот жуковские закончились птички уничтожили все до единой я даже снимал фильмы показывал вот они еще есть а на другой день уже нет вот это это если я как бы сувенир востока я его фактически эти несколько деревьев сейчас они прекрасно выражать дай ой ветки дали вот так достанутся сергея на прививку вот я через сувенир востока мне нарезал тотором а то вы меня съели боже вы съели так тотором нарезал а урожая на единичное положение деревья были искалечены так жутко впервые за 20-25 лет у меня не было слив и не считая там жменьки слив сувенир востока и завесил деревьев до самого предела сейчас восстанавливается мощное прирост и вот еще несколько молодых растет восстановлюсь но на данный момент косточек сувенира нет я сразу говорю вот человек пишет сувенир востока 10 штук 20 штук 30 я пишу давайте так или этюд прекрасного или венгерка прекрасно видели вот тут же показывал или венгерка розовая косточки или венгерка синяя но на общее название венгерка синяя все уссурийская закончилась а раз закончилась уссурийская то я предлагаю что я предлагаю этот самый сварок маньчжурских орехов еще много лисин еще много мелкие ну все ведь мелкие чем никакие и прекрасно разберу раздавливая тем самым ну не чисто щипсами эти такие которые не до конца защелкиваются как тоже типа посадили остается такой просвет щелк ешь мелкие зато это ведро собрал так ну вот так коротко вот тут сварок вот эти вот мелма семена набрал колновитные есть баргузин квинти есть аленушку набрал лоба набрал а лоба того ассорти смесь крупноплодных зимних сюда входит и этот самый и жигуревская ассорти сюда входит некоторыми отдельно выдался гейм на пасу столько яблок знаете вот это яблоко 2 яблок и килограмм и когда я себя беру несколько семечек получается не так уж дорого я беру когда два роскошных яблок и килограмм тяну ну два с половиной и так разобрались и дальше потом сливой тют пошла в догонку потому что не с моего сада вот это моя уже красавица академик 10 штук заканчиваются академики так фаина 10 штук заканчивается поеду значит крупноплодный железо 10 штук заканчивается поздний филиппи закончился эти сколько мог разослал ну извините вы десяток посылок по десятку всего больше не мог все закончился будем что делать или сану савельевич правильно мы будем с вами прием через два-три года мы бы на полисты до нескольким лучшим друзьям разослал но страна большая они нам не конкуренты если даже такие же вырастут а вот одна из фотографий гранитка желтая семена наковырял кому надо кому не надо фото остальных ниже и пошло-поехало все закончили мы как бы рекламную паузу и наконец что-то еще написали каталог семян показал косточек пожалуйста напишите мне еще его вышлю так глобасов дистогор варя косили что прошу видали вы сейчас упоминали курдюмова и в настоящего всем общайтесь общая планы по садоводству нет видите дело в том что мы с ним антипоты мы никогда не были друзья когда он у меня неделю прожил в одной комнате и другой на кухне встречались был такой момент когда он утром видимо недоспавшим вышел в своей комнате с коллегами если сейчас вы не станете немножко уступать каким-то ну то есть какой-то компромиссом вещи собираю и уезжаю вот то есть мы были нет антиподы у нас было много общего но получалось так что я экстремист действительно наверное я был неправ но эта книга должна была перевернуть полностью здесь компромиссы все-таки нельзя было допускать если не резать значит не резать даже у него в это на кубани понимать любая обрезка вот здесь есть фамилия сергея сереж ну какой умница как он в этом где-то там на той странице отсел это сам ну режешь ты думаешь осветляешь наоборот режешь загущи а груши как они загущаются пять к одному одну отрежешь 5 получишь 5 отрежешь 25 получишь 25 отрежешь 125 получишь но почему это никто этого не знает и это тоже на кубани вы нельзя даже на кубани ну провели мы с ним я говорю мы соратники мы фактически единомышленники мы провели гигантскую работу которую у нас же есть черновики немыслимую работу по со времен он же темирязь и вес вы представляете бог послал кого к самого грамотного мужика россии это я железо говорю наверное самый грамотный практик я но самый грамотный принципе садовод россии это курдюма и вот пришлось нам искать компромисс а потом мы сказали все делим страну на две части ясно помните какая сейчас этот насчет опять я смотрящий по северу север россии урал дальний восток сибирь он серый кавказ кубань ростовская там это брянская вот со самой границы вот так вот мы примерно иначе бы невозможно было даже это но мы-то книгу сделали эту книгу нужно размножить не 10 тысяч до 10 миллионов завалить страну потому что сколько мусор вы видели как шли эти самые голосовать как шла реклама этих сколько миллионов кубометров леса потратили на эту дихую страшную рекламу голосуйте за меня который никто даже не открывал все ящики набиты кругом мусор валялся виде мусора а за сделать книгу но не 10 миллионов с нашу десятитысячную взять есть же черновики сделать миллион два миллиона завалить уже действительно рынок эти книги библиотеки везде бесплатно школы в институты вот это наша с ним цена эта цена нашей жизни и тогда действительно будет с удовольствием пусть где-то компромисс мне полностью сто процентов ситуации не переломить в одиночку вот так я отвечаю на вопрос про этого вы не зря задели больную как бы сказать больной мозоль вот как вы тут написали вы часто упоминали круге у нас еще общаетесь нет не общаемся мы отдыхаем друг от друга вот общих планов по садоводству нет вы понимаете все что мог как в этом стихах мы уже совершили создали песню подобную стону и духовно навеки все больше дружбы между нами не будет вот так получилось полностью переубедите его не смог а он меня вот такой ответ машина дорогах много встречает ой это страшное это страшное наблюдение александр есть уж на дорогах началась миграция миграция бывает в каком случае правильно продовольственная программа их знаете мыши как вот они когда собирают мои косточки а собирали тысячами помните фотографии тысяча косточек лежит на квадратном метре и все доедины просверлены так вот но как они оказались тысячи на ногах они сперва делают заготовки у них есть конкретные водовая а потом всю жизнь они потребляют до самой весны и если вдруг мыши собрались взяли рюкзачки свои как-то вот и поперли по дорогам значит голод а голод это значит весной обгрызенные деревья караул спасибо вам хоть много мне не услышат просмотра мало пусть 500 человек узнает что такое медли почему бывает миграция мышей так почитаем грамотнейшего человека сергей сергеевича селевошка у растений гормон ауксин и гибелилин вырабатывая точках роста находится в равновесии как только режем надземную часть сразу нарушается баланс поступает команда на просыпание волчков таком механизм растения в результате получим место осветления сильные загущения вместо развития растений потребует время на рост волчков если вы видели что творится вообще сергей сергей какой мужик что делать ну пусть нас двое кто-то еще там пусть расстроит помните женщина возмутилась что ее родственники охоте порезали посреди лета загущение бары господи как нас мало и вот этим вот как получилось что выпускники академии учат уничтожать деревья и как вот эта дама я опять покажу эту самую фею сейчас фея исчезли с экрана с моего не знаю может быть и канал в эгер кто видел канал вы можете это сказать они все еще в это учат калече деревья или просто исчезли как с моего экрана исчезли так еще самый последний будем прощаться просто кто может сказать как уникальный материал тут тут и моего брата он тоже вроде компьютерщик как извлечь отсюда как сделать чтобы деньги не были выброшены ну еще одну куплю такую кто-то же мне тоже мне сегодня сказал или вчера тоже такую купил чтобы загнать сюда я не знаю чё жалко и денег жалко и материала бесценны тут там еще там энциклопедия практически новая там новые эти самые книги там еще новая диссертация вот вот они вот они вот недавно заскочил и не работает как меня подставили за что так все друзья мы закончили мы упомянули семена культурно этих мелких семена как называть цена веет сеянцев полно косточек предпоследний год только как вспомните 200 ветерок да чуть не сказал как мы за собирая их вот и причем сколько мы маша поставили на насчет только а культурный с каждым годом все хуже хуже скоро закончится друзья давайте так прощаемся черенки до нового года фактически я все просто продам калечить деревья до бесконечно не могу я мне успел показать дерево одно одно мне все дерево по паре у меня допустим розмарин пара я не боюсь одно калечить значит медовая пара одно не боюсь калечить и так далее редкости а вот как получается что у меня белый налив как я стал последние годы уважать это знаете как я спросил разговорились у меня все равно еще время осталось сколько там 8 минут официально вот я разговаривал с русским немцем он германии он тоже хотел что-то выписал что-то не выписал я уже не помню но разговор это какие были интересны когда я ему говорю вы знаете вот этот сорт германия на тоже между прочим там особо ты не разбежишься это примерно там и я всегда сравниваю с автопрома вы знаете вот этот сорт это как примерно наше жигуль копейка первой модели первую фактически итальянский вот я говорю как вы относите а у него mercedes как вы относитесь к его хотели бы чтобы он гаража стоял конечно говорит хотел бы это поняли что такое и вот как раз у меня белый налив это как-то тот самый живой первой модели еще тот не угромленный потом этим нашими специалистами там пятерки шестерки и прочее десятки а и вот он так как а вот белый налив и у меня одно дерево оно прекрасное там такие ветки жирные отрезало я прикинул 20 веток 3 тысячи я бы с вас слупил за неделю бы их ушли не могу не поднимать с рука одно дерево белого ли с трудом достал я железом с трудом достал белый налив прежде чем он погиб через два через два забора вставляете вот до чего дело дошло пипинчик я вспоминал соседи нахрен вот эти яблочки а когда у них вот эти погибли жигулевские погибли все погибли все уничтожили весь яблони высад ну чё разговаривался опять так здравствуйте хабаров давайте уже прощаться уже здравствуйте марина подольская давайте до свидания а нет извините я думал это конец наконец-то вот так прости андрей спросите у продавцов где покупали у каких продавцов кто покупал я сейчас не забрала чем речь идет это у каких продавцов где покупали что покупали перед этим видео вопрос такой вот ну как бы сказать его аграрные а тут где покупали как я вам отвечу мыши тоже не относится ну в общем андрей извините я не знаю как на него реагировать на ваш вопрос ну все мы закончили друзья если чем можно встречать в вина мы закончили прошло три часа вот как-то бывало и четыре но в этот раз мы молодцы уложились жду ваших заказов вот и много времени посвятил нашему будущему вот институт под это по нужен под наших ребят настоящих садоводов настоящих специалистов вот или брать всех на три того же тото филиппио сергея железо за компанию еще и савинич вот свист нас прислать ах ты не хочешь вы тебя спрашивать не будет и президенту академии наук а там был серьезный разговор ребята спасайте садоводство вот так должно быть этого никогда не будет но мечтать не вредно все друзья до свидания через неделю встречаемся снова на больше нас не становится меньше тоже не становится вот пока мы в своем маленьком этом самом море в стакане воды до свидания я чаю трансляцию кстати вам заказать семена вот видите нажимаете заказывайте а я отключаю трансляцию я очень старался что получилось то получилось да это рассказал это не лекции лекции на дисках пожалуйста дама который меня упрекнул она не знает что все четко подробно пункт за пунктом рассказано то за что я получил звание а главного редактора уважаемого человека если я по центральным радио слышал его лекции ребрика который назвал меня в одном месте выдающимся другом месте великим своих этих самых это и не я хвосток это и вазинский это к нему как он посмел мне назвать великим вот а это еще не все по разговорной речи он сравнивал с этим самым лучше говорящий говорящий к россии как он уже забыли я начал забывать по литературным книгам по литературе он сравнил меня с щедреным с алтыковом щедреным а по разговорной жанр он меня сравнил с самим кто-то дабы лучше в россии по телевидению выступала таля-ля-ля вот он меня сравнил что у меня такой же талант не знаю но меня слушали никто не отключился вот андроника старое поколение знает как мы заслушались он тогда заменял много литературы это знаете как было трудно достать мы его слушали всей страной так что для меня это была большая честь когда мне сравнили с андроником все друзья до свидания я отключаю остановить трансляцию останавливаю пока